Я приветствую всех на канале Инстапапа. Сегодня в гостях у вас я, Андрей Ломанов. Меня пригласил Тимур Рафаевич, меня пригласил Денис. Мне очень приятно быть сегодня здесь вместе с вами. Смотрите, как мы будем готовить вот это потрясающее блюдо. Не забывайте ставить лайки, потому что вот Тимур Рафаевич, человек с большой буквы, за ним будущее. А Денис это шеф-повар вот с такими золотыми руками. Ну, а я буду, естественно, все это употреблять. Я расскажу вам, как это все будет вкусно. Добавить нечего, погнали приготовим. Нам потребуется порядочный шампиньон и лук. Тимур, ты пока включай, нагревай сковороду и начинай обжаривать мясо с двух сторон. А вот у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, мы режем шампиньоны. Я тоже дома готовлю, но я всегда беру вешенку. Почему? Потому что вешенка пахнет, а шампиньоны вообще никакого запаха не дают. Почему ты не пользуешься вешенкой? Нет, мы пользуемся, мы будем готовить с тобой потом второй выпуск и приготовим там вешенку. Ну, то есть вешенкой вы пользуетесь? Конечно, пользуемся. Просто мне кажется, она более ароматная. Основная проблема, ее не всегда можно найти. Да, бывает в абрикосах, а бывает, что ее по городу нигде не найдешь. Ну да, не урожай. Кто не знает, абрикосы это сеть таких магазинов. Скажите, а вот этот мужчина там не мешает лысый нам? Он ни хрена не делает, только гульдит. Я тебе скажу, что лысый здесь ты один, ну и я немного. Так, как резать? Кольца? Полукольца режем. То есть вот таким, вот так, да? Да. Вот так нормально? Да, отлично. Тоненько? Угу. Вот у меня жена постоянно меня пилит за то, что я все режу очень тонко. Я даже кусочек хлеба режу так, что нужно держать двумя руками. То есть одной рукой он сгибается. Так же можно солнечный свет через него смотреть. Да, потому что мы же едим не хлеб, мы же едим колбасу, мы же едим бутерброд, то, что сверху хлеб лежит. То есть самое главное, колбасу так тонко не резать, да? Не, не, что ты, ну колбасу. Это колбасу вообще как с саблей рубить, так хрять ее пополам. И тот кусок, который побольше себе, а тот, который поменьше, обратно вводим. Знаешь, меня когда позвали на программу, говорят, мы будем готовить, а ты будешь говорить. Как я понимаю, готовим мы сейчас с тобой, а он тут... А я не могу вставить себе пять копеек, потому что, так сказать, режь, тебя лью. Как просто из рога изобилия, так сказать, лучезарный ты у нас, красноречивый ты мой. Да, красноречивый, дальше. Что еще? Андрей, я сейчас нагреваю сковородочку и буду обжаривать мясо. Вот это, понимаешь, кулинар, он нагревает сковородку. Вот это, я понимаю, вот это работа кулинара. Мы с тобой фигней занимаемся, режем какую-то хрень, а он нагревает сковородку. Силой мысли. А ты знаешь, как проверить, готова сковородка или нет? Можно плюнуть, конечно, туда. Нет. Ну, не наш, мальчик. Просто вот кусочек травки бросаешь, видишь, завершу коварчатку. Значит, готов. Правильно говорю? А я по-другому, я спичку бросаю. Это когда спичка загорает. Можно и спичку один раз попробовать. Я предлагаю еще обжарить говядину с двух сторон, то есть запечатать. Сейчас мы берем, да, вот это лучше? Так вот, Тимур Рафаевич, возвращаясь к своему прошлому, к телевидению, то, что мне тогда назвали, что такой чересчур брутальный ведет программу о кулинарии. Ну, а ты-то всю жизнь был с автомобилями. Мы с тобой познакомились на гонках, на джиперских гонках. Ты всегда гонял на квадриках, на снегоходах. Там ломался, переломался. Тебя-то что сюда занесло? Здесь безопасно. А, не-не-не, судя по твоему лицу, ты просто любишь поборжать. Люблю повеселиться, особенно пожрать. Хорошее дело. Ну, а как у тебя дела, кстати, с твоими вообще гонками? Я тебя давно не видел ни на каких соревнованиях. С гонками? Нынче дорого гоняться, я вам скажу. Нет, нет, ну серьезно, почему? Ну, это вот, это дорого в последнее время. Ну, я тебя уже не видел года три, наверное. А ты знаешь, надоело. То есть, сейчас подрастаю. Подрастаю, чуть-чуть пускай прижарится. Маленько для аромата положим семья на розмарину, пускай жарится. После чего, когда перевернем, можно чуть-чуть бахнуть коньячка. Ну, сюда? Ну, сегодня на камеру работаем, поэтому давай все-таки в сковородку. Скажи, коньячок вам придаст запах или просто эффект? Эффект и аромат все равно от него будет. Скажи, а вот веточки розмарина мы бросаем, они... Они отдают, конечно, конечно. То есть, это то, что в масле обжаривается, и поэтому мясо впитывает. Быстрее, после того, как мы это все дело поджарим вместе с коньяком, мясо сдвигаем сбоку, начинаем обжаривать лук, потом добавляем туда грибы, а потом все остальное. А потом, говорится, грибы отсюда. Ага. А вот смотри, вот там розмарин, маммарин. А где наш укроп? Почему укроп он не клят? Я смотрю, сколько программы. Укроп, на самом деле, это очень сильная специя, как бы, и здесь ее надо в небольшом количестве добавлять. Здесь, смотря для чего, то есть с рыбой укроп достаточно неплохо сочетается. С мясом здесь надо уже поэкспериментировать. Ну, я укроп вообще просто ем укроп. То есть, в любом состоянии. Не, ну, он для подачи, вот как раз я приготовил чашечку изделия. А, то есть, именно для подачи, то есть уже не при приготовлении, а именно при приготовлении, как бы укроп с говядиной. Короче, мы будем с тобой есть мясо, а он будет есть укроп. Да ради бога, я буду красивым, а кто-то будет упитанным. Укроп, предлагаю, переворачивать, как-нибудь? Давайте перевернем. Ты на соревнованиях не участвует, потому что, понимаешь, уже квадроциклы прогибаются под тобой. Тимур Рафаэльевича. Да, ничего страшного. Так, мы запечатали, предлагаю, немножко вылетел алкоголь, как бы, и чуть-чуть от плиты поджечь. Смотрите на лицо, смотри на лицо Тимура Рафаэльевича. Что, даже не дрогнуло лицо. Ай, хорошо. А вот там, смотри, огонек горел, я его задул. Отлично. Теперь, предлагаю мясо, мы сдвигаем на край. Я сейчас буду добавлять лук. Аромат. Смотри, а то, что оно вот так вот подгорело, это нормально? Это хорошо. Оно не подгорело, поджарилось. Мы его запечатали, все сделали правильно, как бы. Здесь у нас чуть-чуть дольем масла и положим непосредственно лук. Я пропустил. Мы медальона положили на раскаленную сковороду. Конечно. Без масла, да? С маслом. Маленькое масло надо дать, потому что это не мраморная говядина. У нас жира не мало. Это раз, ну и два, как бы. Он не знает, что такое мраморная говядина. Это с прослойками жирными. Мраморная говядина я видел. Это когда... Почему? Это вот я в Италии видел, когда стоят коровы из одного куска мрамора. Где ты это видел? Во сне? Во сне я видел Италию, где стоят коровы. Тимур Рафаэльич. Я чувствую хорошую эмоцию. Я согласен. А когда мы укладываем грибы? Ветки убираем. Подожди. Секунду. 10-15. И добавляем грибочки. А что мы сейчас с луком делаем? Пассируем. Молодец. Мне Денис на ухо подсказал. Добавляем грибы. Давай, отец родной. А грибы мы вот так аккуратно перемешиваем. Мясо можно периодически тоже мешать туда-сюда. Раз я резал, то я сам выкладывал. Не, Тимур Рафаэльич, давай ты. Мисси, кстати, знаете, я обратил внимание, что в перчатках готовить реально гораздо круче. Это не то, что на программу по телевизору, а вот даже дома. Дома особенно удобно, если лук, селедку, селедку. Да, и если ты работаешь с этим перцем, чили, ни разу в глазик, потом пальчик не сулал, мальчик Андрюша. Да нет, ну я понимаю, что с перцем чили, но я никогда с ними не работаю. Я не очень люблю, говорят, острые блюда. Переворачивай. То есть я люблю. А вот еще, Тимур Рафаэльич, вот у меня такой вопрос. Вот мы сейчас делаем три медальона, да? Да. Я помню, когда мы, вот давно еще, давно-давно-давно-давно, когда у меня была кулинарная программа, потом вот вся компания, которая снимала эту программу, садилась все съедать. Ну вот скажите, вот сейчас медальона три, здесь народу целая куча. Кто эти медальоны есть будет? А кто знает, что здесь народу целая куча? Только ты, я и Денис. А, то есть есть будем мы, а они будут смотреть. Конечно. Дорогие друзья, нас здесь только три человека. Больше здесь никого нет, поэтому, когда мы будем дегустировать эти вкусные куски говядины, вы не думайте, что кто-то здесь с линой захлебнется, не правда. Здесь просто никого нет. Все снимается автоматически, кругом летают дроны, все. В будущее наступило, я предлагаю немножко добавить перца, слегка посолил. Теперь, Тимон, я предлагаю, что добавить пол ложки горчицы и ложку соуса барбекю. Андрюш, пол ложечки горчицы. Подожди, а мы не испортим. У меня есть чего не испортиться. Я просто так, вот столько хватит? Да. Это домашнее барбекю, это не покупное барбекю. Дело не в том, что я вообще, я вообще, вот как человек сибиряк, я люблю все это аккуратно поменьше. Все это аккуратно поменьше. Соль и перец. Как-то у нас, ну, у нас как-то не принято было. Ну, петрушка. Слушай, у нас такой гость шикарный сегодня. Ну, в Сибири, потому что он никогда не был ни размарина, ни мамарина. Сказал бы ты мне, я тоже взял бы кусок мяса, соль и перец, на этом все. Согласить, как это вкусно и полезно. Самый вкусный шашлык, это кусок мяса и больше ничего. Ну, ты еще и молоко туда будешь лить. Да. Это же специальное блюдо. Отлично. Мы, получается, взяли, добавили специи, добавили горчицу, обжарили лук. Здесь все это дело разошлось. Я предлагаю немножко добавить сливок, все это дело подзатянуть. Ну и, соответственно, у нас соус сливочно-грибной с добавлением горчицы готов. Говядина у нас тоже практически готова. По сути жарить-то я бы еще рекомендовал им маленько не дожарить, чтобы внутри было розовым. Я бы попросил тебя далеко из экрана не выходить. Он, наверное, выходит, да, с кадра? Нет, здесь рука можно просто потом... А, ну да. Потом руку. Чья там рука была? Вопрос можно? А горчица у тебя здесь острая или как фирменная кислая? Дежурная. Кислая. Ну, тогда не называй ее горчицей. Горчица... Ну, я не знаю, это какой-то желтый соус. Понимаешь? Горчица это то, что ты так раз и... И слезы потекли. А вот это сейчас пошла мода, но эту горчицую... Давай, доливай. Давай, давай рассказывай. Ну, это не вкусно. Вот это ты сейчас что сделал? Потому что вот эта горчица в тюбиках... Держи себя в руках. Горчица должна быть, чтобы он нюхнул и слезы потекли. Когда берешь холодец, намазываешь горчицей... И так вот так... Я сейчас тебя за руку укушу. И так начинают слезы течь. Вот это я понимаю горчицу. А вот эту вот желтую... Намазал на хлебушек. Нет, нет, я так делал так. Ну, это ерунда. Ничего страшного. Или когда ты ешь борщица... Сверху берешь черный хлебушек. Сверху тоненький... Подожди, тоненьким слоем горчички намазываешь. Мазываешь тоненьким. Откусываешь, понимаешь, хлеб с горчичкой. И не заедаешь. Так надкусил, так слезы начали копиться, копиться, копиться. И так ложечку борщица. Хрясь. И все это успока... Вот это... Попробуешь соус. Ну давай. Не чавкай. Вкусно. Вкусно. Ну, шикарно. Дал, чтобы тебе понравилось. Да что вы. Так, что сейчас сделаем? Отключаем клетку. Слушай, надо было засечь. Мы по времени... Наверное, минут 15, да? Это очень быстро. Это быстро. Вкусно и полезно. А теперь что делаем? Нужно на одну тарелку выложить, а на три? Да давай, наверное, на одну. Да давай не на одну. Сделаем одну хорошую мужскую порцию, да? Да, конечно, мужская порция. Чего с тобой делиться? Здесь вообще один человек. Съемочной команды нет. Не знаю, я тебе доверю укладывать. Это как бы у тебя получается лучше. Подача, да. Кстати, вот знаешь, Денис, готовить это, конечно, искусство. Но, кажется, подача это еще больше искусства. Как красиво подать на тарелку. Ну, само собой, сначала человек же смотрит глазами, потом мы боняние включаем. А потом начинаю рассказывать, как есть холодец с горчицей. И мы забываем про то, что готовили говядину. Да. И думаем про борщ. Нет, я просто пытаюсь отвлечь ваши мысли, чтобы мне досталось говядины и борщ. Да, ну понятно. Нет, это любимое мясо. Сейчас, дорогой, я сейчас был в магазине. Вспотел от сына. В каком? В мебельном? В мебельном, да. Почему нет сахара на полках? Вспотел. Вспотел от сына. Да, на говядину. На говядину. Так, ну и немножко декорируем. Да, то есть. Также отрежем гороха. Кого? Гороха. А, мини-зелень, так называемая? Да, микро. Микро-зелень. Ну, ты сейчас тоже пошла модно такая. А можно попробовать горох? А ты можешь даже вот задекорировать тут частично. Сожрал весь декорный. Ммм, ммм. Знаете, что похоже? Вот на молоденький-молоденький горошек, когда вот совсем такие маленькие горошинки бывают. Андрей, этот декор ты вот сожрал. Не, а раз за декор не едят такой? Едят. Ну, не в таких количествах. Ммм, как вкусно. Скажи, Денис, сам выращиваешь? Нет, покупаю. Ну, вообще же, микро-зелень реально самим выращивает. Не, реально самим, просто у меня объемы достаточно большие проходят. Не-не, ну, для дома, для семьи. Ты ешь, ешь, не отвлекайся. Обалденно вкусно. Обалденно. Дорогие друзья, микро-зелень. Да это я ел базирик, но это все одного вкуса. А это горошек, одна травка, без стручков, но вкус именно молоденького-молоденького горошка. Обалденно. Я первый, а я с ложкой. Я буду грибы пробовать. Разрешаем еще дальний кусок. Ммм. Ой, как режется мягенько. Ну, соус суперский. Хотели? Ну-ка, мясо. Что скажешь? Молчишь пока? Жуй. Ммм. Это нереально. Здесь как бы хотели, что чуть-чуть розоватые. Внутри. То есть не пересушили. И плюс то, что соус, он дополняет и овядину. Знаешь, вот я конечно не шеф-повар, да? Вот я буду... Давайте кунжут сюда добавить. Такую проблему. Нет, не сейчас. Во время приготовления. Ребят, все очень вкусно, очень понравилось. Андрей не может остановиться, поэтому описание внизу под видео. Приготовьте себя дома. Да. Всем добра, здоровья и приятного аппетита. Пока.